Владимир Вячеславович Фисенко у нас в эфире. Здравствуйте, Владимир Вячеславович. Добрый день. Наша тема звучит так. КНДР вместо УДКБ. Что подталкивает Путина к этому союзу с Северной Кореей? Вот как красиво наши редакторы это назвали. Пакт. Настоящий пакт между ними произошел. На самом деле это очень правильная оценка. В свое время, напомню, это как аналогия. Я бы не с УДКБ сравнивал, а провел другую историческую. Перед Второй мировой войной был так называемый антикоминтерновский пакт. Создали его фашистская Германия, милитаристская Япония, которая тогда уже вела войну с Китаем, и фашистская Италия. Вот три страны, которые вместе объединились. Потом Япония с Германией не всегда находили взаимопонимания. Хотя, например, Гитлер объявил войну Соединенным Штатам после того, как Япония начала войну против США. Но вот именно пакт был тогда. Три наиболее агрессивных страны, которые вели захватческие войны тогда, они объединились между собой. И вот сейчас новая ось зла. Это термин, который популярен уже несколько лет. И кто ближайшие военные союзники России? Это Северная Корея. И эти отношения сейчас узаконены. Вот в договоре о стратегическом партнерстве. И этот договор фактически только оформляет то, что уже было. Поставки оружия из Северной Кореи в Россию. Другое сотрудничество. Каждая страна в этом союзе получает свое. Для Северной Кореи очень важна экономическая помощь от России, в том числе продовольственная, а также военные технологии. А Путину нужны солдаты, мясо. Потому что уже есть проблема с мобилизацией и набором контрактников России. Есть проблема, скажем так, роста социального и политического напряжения, если проводить массовую мобилизацию. А тут есть резерв. Вот северокорейские военные. Тем более, что Ким Чен Ын, северокорейский лидер, хочет проверить в войне своих солдат. Ну и заодно заработать на сотрудничестве с Россией. Ну и нужны боеприпасы. Хотя Россия увеличила военное производство, но все равно не хватает. Не хватает боеприпасов и оружия для войны против Украины. Поэтому можно использовать хотя бы какое-то время вот и северокорейские резервы. Третья сторона, которая может присоединиться к этому союзу, это Иран. Уже есть информация, что Россия прорабатывает с Ираном возможность такого же договора, как с Северной Кореей. Если это случится, то вот через Россию будет оформлен фактически новый такой пакт самых агрессивных режимов в современном мире. И это будет большая угроза не только для Украины, а угроза для всей международной безопасности. Уже и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке. Так что это очень большой риск, поскольку речь идет об интернационализации международных конфликтов и об объединении ресурсов, сил самых агрессивных режимов в современном мире. Владимир Вячеславович, все это в контексте произошедших выборов в США. И вспоминается 19-й год, 5 лет назад, когда Дональд Трамп как-то смог очаровать кимчаны. Напомните, эти исторические кадры, как они пожимают друг другу руки. Трамп переступает границу Южной Кореи и Северной, оказавшись в этом смысле первым президентом, который побывал в Соединенных Штатах, побывал на территории КНДР. Сейчас может что-то измениться? Сможет 47-й президент повлиять на то, чтобы этого пакта не было? Ну, он уже состоялся. Поэтому я думаю, что здесь Трамп еще и не стал президентом. Он избранный президент, но к полномочиям он приступит только 20 января. Поэтому вряд ли Трамп сейчас как-то на это повлияет. Тем более, что союз между Россией и Северной Кореей уже оформлен. Я тут, кстати, отмечу, что на самом деле этот союз является вызовом не только для США, для Китая. Для Китая это проблема, потому что это нарушает баланс в отношениях Восточной Азии, в том числе и на Корейском полуострове, когда Северная Корея больше зависела от Китая. А теперь вот Северная Корея увеличила свой крен в сторону России, получает дополнительные ресурсы от России в обмен на свои некоторые ресурсы. А это ослабляет влияние Китая и на Северную Корею, и на ситуацию в Корейском полуострове. Ну а если, не дай бог, вот Ким Чен Ын при содействии Путина начнет агрессивные действия на Корейском полуострове, то это будут негативные последствия для китайской торговли со всем миром. Поэтому вот этот фактор тоже надо иметь в виду. Что касается Трампа и Северной Кореи. Переговоры были. Дважды встречались два лидера, но к изменению ситуации это не привело. И в итоге проблему ядерной безопасности на Корейском полуострове не удалось решить. Ким Чен Ын не отказался от ядерного оружия. Он сохраняет, скажем так, свой агрессивный потенциал и периодически свою агрессию проявляет, демонстрирует, в том числе и на Корейском полуострове сейчас. Поэтому Трампу не удалось тогда решить проблему с Северной Кореей. Ну да, на некоторое время напряженность снизилась. Тогда очень многие боялись чуть ли не ядерной войны. Эту напряженность удалось снять. Но не более того. Поэтому то, что сейчас происходит, это вызов для Соединенных Штатов. Потому что если Соединенные Штаты не будут реагировать, не будут ставить предупредительных красных линий и для России, и для Северной Кореи, то тогда проблема будет только нарастать. Поэтому придется, видимо, Трампу заниматься этой проблемой. И думаю, что, скорее всего, и сейчас со стороны Байдена, и со стороны Трампа в перспективе, будут предупреждения в адрес россиян, прежде всего, чтобы они, ну как минимум, не увеличивали северокорейский контингент для войны против Украины. Кстати, я вполне допускаю, что неофициально, неформально, но через некоторое время может быть согласие американской стороны для использования их оружия дальнобойного для ударов по местам скопления северокорейских войск на территории России. Это как предупреждение. Пока, ну скажем так, сложно сказать, решится Байден на это или нет. Но если Байден не решится, то не исключаю, что через некоторое время Трамп может это сделать. Особенно если он увидит проявление агрессии и со стороны Путина, и со стороны Северной Кореи. Поэтому, я думаю, в любом случае Соединенным Штатам придется реагировать на эту проблему, иначе ее масштабы и риски станут только большими. Была бы Южная Корея без всяких дополнительных разрешений предоставить нам такое право бить по скоплению северокорейских войск на территории Российской Федерации? А при чем здесь Южная Корея? Ну у них же есть тоже оружие, неплохое. Нет, это другой вопрос. Во-первых, нет южнокорейского оружия, которое мы могли бы бить по территории России. Поэтому и разрешение не требуется. Другое дело, что сейчас очевидно, то, что заключен этот пакт военный, военно-политический союз между Россией и Северной Кореей, это угроза прежде всего Южной Кореи. И они это понимают. Поэтому мы уже видим признаки активизации сотрудничества. Побывала у нас поставленная делегация из Южной Кореи. И я так понимаю, уже идет активный обмен разведывательными данными между Южной Кореей и Украиной. И сотрудничество, скорее всего, будет нарастать. С высокой вероятностью, я думаю, уже наверняка обсуждается и будет как-то решаться вопрос о поставках оружия из Южной Кореи в Украину. Дело в том, что вплоть до последнего времени, ну, до сегодняшнего дня, в Южной Корее действуют ограничения. Они не могут поставлять оружие в страны, которые воюют. Поэтому прямых поставок южнокорейского оружия нет. Хотя Южная Корея является одним из крупных военных производителей, и военная техника из Южной Кореи имеет очень хорошую репутацию. В частности, вот Польша закупает оружие из Южной Кореи. В частности, бронетехнику и некоторые виды других вооружений. Поэтому, думаю, что будут искать сейчас обе стороны взаимоприемлемый формат. Каким образом организовать поставки южнокорейского оружия для Украины. Ну и будет, конечно, оказываться консультационная помощь в борьбе именно с этим северокорейским военным контингентом. Поэтому, я думаю, что вот в ответ на союз между Россией и Северной Кореей будет укрепляться военно-политическое сотрудничество между Украиной и Южной Кореей. Владимир Вячеславович, немножко в сторону, хотя это тоже обо всем, о чем мы сейчас говорим. Хотел вас спросить, как относиться к состоявшемуся или не состоявшемуся разговору Путина и Трампа. Дело в том, что буквально до нашего эфира за несколько минут пресс-секретарь Путина Песков опроверг информацию о якобы состоявшихся по телефону переговорах с Дональдом Трампом. По его словам, информация не соответствует действительности. Напомню, ранее Вашингтон-Пост сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поговорил с Путиным. Согласно источникам издания, речь шла о российском вторжении на территорию Украины, а Трамп предостерег Кремль от эскалации. Вот как быть, когда вот так информация меняется? Верить Пескову, понятно, себя не уважать. Но как Вы думаете, был этот нетелефонный разговор между ними? Ну так мы же не имеем никакой информации из лагеря Трампа. Вот то, что произошло, это утечка. Это явно утечка, это традиционный прием, который применяется в политике. Ну, скорее всего, это была некая утечка, а насколько она достоверна, мы не знаем, утечка из штаба Трампа. Им нужно, с одной стороны, легитимизировать будущие контакты с Путиным. Так или иначе, скорее всего, телефонный разговор между Путиным и Трампом состоится. Но Трампу надо подать это таким образом, чтобы он не выглядел просящей стороной. Потому что на сегодня ситуация, конечно, выглядит не в пользу Трампа. Это, кстати, серьезное предупреждение для него, чтобы у него не было иллюзий по поводу России и договоренностей с Россией. Уже видно, Путин пытается навязать Трампу свою тактику коммуникации. Вот что произошло? Официальных поздравлений со стороны Путина в адрес Трампа не было. Очень многие мировые лидеры поздравили Трампа уже в первый день. Были телефонные звонки, либо просто официальные поздравления. В том числе и со стороны многих европейских лидеров. Наш президент поздравил, даже китайский лидер. Российский лидер не поздравил Трампа. Только на следующий день, кстати, как раз 7 ноября, было выступление на Валдайском форуме. И там были странные заявления Путина. Такие, как кто-то пошутил в российских телеграм-каналах, поздравил Путин Трампа походя и только на третьем часу. И, конечно, это не очень хорошая ситуация для Трампа. И звонить после этого Трампу Путину, значит, выглядеть слабой стороной, просящей стороной. Это покажет Путина доминирующим в переговорном процессе, а Трамп, наоборот, будет ведомой стороной, более заинтересованной стороной. Поэтому у Трампа ищут, как сбалансировать ситуацию. И, скорее всего, организовали такую утечку. Мы не знаем, был или не был этот разговор. Надо дождаться какой-то дополнительной информации с американской стороны. Но вполне возможно. Что возможно? Например, это в российском стиле. Путин через кого-то. Ну, я так немножко пофантазирую иронично. Ну, условно, через Маска или еще через кого-то. Кто может выступать контактером с российской стороны. Неофициально, неформально позвонили. Трубку передали Трампу. Ну, и вот как бы состоялся некий неофициальный, неформальный разговор. А может быть, и разговора не было, но у Трампа решили создать впечатление. Что якобы был вот такой разговор. И этот разговор состоялся на условиях Трампа. Трамп предупредил Путина о последствиях эскалации войны и так далее. То есть, Трамп выглядит сильной стороной в данном случае. Поэтому утечка, которая состоялась в Вашингтон-Пост, это явно со стороны штаба Трампа. Я, кстати, не исключаю, что какой-то неформальный разговор и мог быть. Действительно. А дальше Трамп, естественно, подал его в своем выгодном для него формате. Что будет дальше? А вот дальше будет интересно, потому что все равно Трампу надо будет показывать, что он статусно будет, скажем так, ведущим. Не он будет играть на правилах Путина, а Путин должен играть на правилах Трампа. Вот удастся это Трампу или нет, мы пока не знаем. Поэтому у Трампа очень противоречивая ситуация. Он и хочет поговорить с Путиным, он хочет начать какие-то переговоры о завершении войны в Украине, но при этом он не хочет выглядеть слабой и ведомой стороной. Вот я бы так объяснил эту конспирологию вокруг этого якобы разговора. Не телефонного разговора, как тебе шутят. Спасибо, Владимир Вячеславович. Спасибо вам, всегда рады. До встречи в эфире. Владимир Фисенко, политолог, был гостем этой части эфира.